Всем привет! Сегодня Дядь Юра расскажет о системе Мартингейла или Дагон и почему ее не стоит играть. Стратегия Мартингейл или в простонародье Дагон пришла в ставки на спорт из казино. Это стратегия на равные шансы, предполагающая увеличение ставки на каждый последующий исход события с таким расчетом, чтобы выигрыш покрыл все проигранные до этого деньги. Классический Мартингейл применяется для ставок типа Орел-Решка. Вероятность выпадения Орла-Решки при каждом подбрасывании монетки равна 50%. Соответственно коэффициент будет равен 2. Проще говоря, игрок увеличивает каждую последующую ставку, если предыдущая ставка проиграна. При такой системе, как только ставка будет выиграна, игрок вернет себе все ранее проигранные деньги. Формула для расчета Дагона. Чтобы лучше понять, как считается ставка по игре Дагоном, приведем формулу, по которой рассчитывается каждая последующая ставка при игре Мартингейлом или Дагоном. Формула простая. Это дробь, в числителе которой стоит сумма, которую хочет выиграть игрок и сумма текущего проигрыша, а в знаменателе стоит коэффициент ставки минус единица, то есть размер ставки тем выше, чем выше сумма, которую хочет выиграть игрок и чем выше сумма текущего проигрыша, и тем ставка ниже, чем выше коэффициент ставки. Коэффициент при догоне это очень важно. Рассчитаем размер 10 ставок на догон при коэффициенте 2, если все предыдущие ставки были проиграны при начальной ставке в 1 доллар и желаемой суммы выигрыша в 1 доллар. Итак, первый шаг. Ставка 1 доллар проиграна. Проигрыш составляет 1 доллар. Второй шаг. Для того, чтобы отыграть проигранный доллар при коэффициенте 2, мы должны поставить следующую ставку в 2 доллара. Снова ее проиграли. Общая сумма проигрыша составляет 3 доллара. Теперь, чтобы нам отыграть проигранное 3 доллара при коэффициенте в 2, нам нужно сделать ставку в 4 доллара. И так далее. К десятому шагу, значит, у нас ставка вырастет до 512 долларов, и если мы ее проиграем, проигрыш наш составит 1023 доллара. Таким образом, если при догодье с коэффициентом 2 игрок проиграл 10 ставок к ряду, размер 11 ставки составит 1024 доллара. А начинали всего мы с 1 доллара, и в случае успеха прибыль составит у нас также 1 доллар. Если игрок 10 раз подряд будет угадывать, то выиграет 10 долларов. Если все это время он будет проигрывать, то будет в минусе 1023 доллара. Из сказанного становится понятным, насколько невыгодна система догона для игрока. Теперь посмотрим, какова может быть вероятность повторения неблагоприятной серии, то есть когда ставки будут проигрываться подряд. Рассмотрим ситуацию, когда 10 раз подряд выпадет решка или орел, то есть наша ставка будет проигрывана. Вероятность того, что ставка будет выиграна или проиграна для каждого случая при коэффициенте 2 равна 50%. Как известно, при последовательных событиях вероятности следует умножать. То есть вероятность того, что орел или решка выпадет 2 раза подряд, то есть наша ставка проиграет 2 раза подряд, это будет 0,5 умножить на 0,5, то есть 0,25, 25%. 3 раза подряд 12,5% и так далее. И на 10 шаге мы получим 0,098%. Округляем до 1 десяточки и что такое 0,1%. При такой вероятности событие наступает один раз в тысячи случаев. Не будем дальше углубляться в статистические дебри, а предположим, например, что у игрока банк составляет 500 долларов. И он сделал 1000 ставок, в которых ни разу не попадалась у него проигрышная серия из 10 ставок. И за эти 1000 ставок пускай он выиграл еще 500 долларов. В итоге его банк вырос вдвое и составляет 1000 долларов. Однако приходит прекрасное или непрекрасное время и на 1001 раз наступает несчастливая серия и 10 раз подряд выпадает проигрыш, который оборачивается минусом в 1023 доллара и сводит все предыдущие усилия игрока в ноль. В беттинге догон очень часто используют для игры на ничейные результаты в футболе. Футбольная специфика такова, что букмекер практически на любой футбольный матч на ничейный исход дает коэффициент близкий к тройке. Поэтому, имея такой высокий постоянный коэффициент, игрок может играть догон относительно малой кровью, делая более маленькие ставки и растягивая свой банк на более длительную дистанцию догона. Ничьи в футболе тем хороши, что они выпадают достаточно часто. Но опять же, бывает и на старуху проруха, например, не будем далеко ходить, Вильяреал и Вальядолит в Ла Лиге в этом сезоне отыграли что-то порядка 13 или 15 ничьих из 39 матчей. То есть, очень много, там чуть ли не каждый второй матч был ничейным. Но есть и другой пример, например, сборная Финляндии до недавнего времени 29 матчей не играла в ничью. Поэтому здесь может быть и хорошо, и плохо. При игре на ничьих прогрессия проигранных денег будет не такой крутой, поскольку коэффициент равен тройке, и при коэффициенте 3 банк убывает со скоростью гораздо меньше, чем в классическом догоне на коэффициенте 2. Поэтому у игрока в запасе имеется больше шагов, чтобы растянуть свой банк. Однако не надо обольщаться. Согласно теории вероятности, самая, казалось бы, невозможная серия повторений обязательно когда-нибудь дозбудется. И если игрок будет слепо придерживаться выбранной тактики догона, он рано или поздно сольет свой весь банк. Другой важный момент. Используя догон, много не заработаешь. А если ставить цель большого выигрыша при догоне, то банк сольется очень рано, поскольку для его потери хватит и относительно короткой серии неудач. И обратите внимание на такой важный факт. Букмекер не запрещает игру догоном. Почему? Да потому, что он знает, что при такой стратегии игрок выигрывает часто, но очень мало, а проигрывает редко, но очень много. Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод. Догон или Мартингейл в чистом его виде крайне неэффективная стратегия для игрока, которая рано или поздно приведет к его банкротству. Конечно, можно применять разновидности догона и его комбинации. Например, играть параллельно несколько команд на ничью и прекращать серию, скажем, после двух к ряду ничьих и начинать серию после трех-четырех игр, когда ничьих не было. Но это уже, как говорится, нюансы. На этом все. Детюра верит, что у вас все получится. Всем здоровья и удачи. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok